Накопительная пенсия ежемесячная и пожизненная выплата пенсионных накоплений, которые были сформированы за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования. То есть получают ее только те, за кого компания отчисляла час средств на индивидуальные накопительные счета, которыми управляют негосударственные пенсионные фонды. Что касается пенсии в целом, она вырастет на размер инфляции на 7,5%. Об этом рассказали на днях в Госдуме. Средняя пенсия по старости для неработающего пенсионера составит 23 308 рублей. Размер выплаты увеличится почти на 1500, а с 1 апреля повысят и пенсии социальные. Они также вырастут на те же самые индексационные 7,5%. Таким образом, средний размер социальной пенсии составит более 13 000 рублей. Позвоните, расскажите, какая пенсия у вас. Сравним по разным регионам. Сейчас с нами на связи независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский. Сергей Юрьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Сразу вопрос, главный, который, я думаю, волнует всех. Почему нельзя в нашей стране повысить пенсии на сумму, которая превышает инфляцию, чтобы приблизить их к уровню зарплаты, к уровню какой-то человеческой жизни? Потому что с инфляцией тут все понятно, 7,5% спасибо, хоть так, но почему не больше? Почему это невозможно? Смотрите, у нас, в принципе, физически пенсия – это все-таки возмещение утерянного заработка. Утерянный заработок подразумевает, что пенсия формируется все-таки из каких-то средств. То есть это не какие-то деньги, которые берутся из бюджета и выплачиваются в том размере, в котором хочется. А это те деньги, которые формируются из средств работодателей, которые платят за своих работников. Плюс, конечно же, если говорить про сегодня, примерно половина бюджета Социального фонда России формируется за счет средств все-таки федерального бюджета. Те самые налоги от «Газпрома», те самые налоги от «Сбербанка» и так далее. Но если говорить про высокие пенсии, то, конечно же, здесь, если уж действительно задавать этот вопрос и желать получить на него ответ, то надо вспомнить, что у нас, во-первых, далеко не все платят полностью налоги. Во-вторых, далеко не все платят страховые взносы. В-третьих, у нас, к сожалению, далеко не все действительно имеют возможность надавить на того же работодателя, чтобы он полностью платил полностью белую заработную плату. Со всеми взносами, со всеми налогами и так далее. К сожалению, граждане с 90-х годов и некоторые до сих пор не получают белую зарплату. У кого-то серая, у кого-то черная и так далее. А что мы получаем в итоге? В итоге Социальный фонд России почти, ну, я не буду говорить конкретные цифры, но это не один миллион граждан, которые не платят никаких взносов, но которые являются такими же получателями пенсии, что и те граждане, за которых эти пенсии формируются. Поэтому в итоге натягиваются те выплаты, что имеются сейчас условно на 43 миллиона пенсионеров, из которых далеко не все делали какие-то выплаты, делали какие-то взносы. И, соответственно, из 43 миллионов пенсионеров мы не будем кого-то конкретно обвинять, но все-таки далеко не все из них, когда говорят про справедливую пенсию, должны получать те деньги, которые не получают сегодня. То есть, если говорить про конкретные суммы, и, к примеру, у человека сформирована пенсия там в 12 тысяч рублей, к примеру, далеко не все 12 тысяч рублей действительно этот человек сформировал за счет своей собственной работы на какого-то работодателя. Поэтому, если говорить про справедливую пенсию, к сожалению, здесь, повторюсь, это одна часть медали. Вторая часть медали – это то, что у нас государство только сейчас приходит к тому, чтобы различными инструментами обязать всех платить полностью все взносы. И только сейчас мы подходим к тому, что формируется действительно среда, когда начинают платить все и, соответственно, будет формироваться только сейчас. То есть, я правильно понимаю, что когда мы с вами уйдем на пенсию, вот та молодежь, которая подрастает, которая будет нас обеспечивать, если она сейчас будет работать по закону, получать белую зарплату, если работодатели заставят, в том числе и власти, быть более ответственными, заниматься отчислениями как положено, есть шанс на рост этой самой пенсии в ближайшие годы? Да, это, смотрите, один момент. То, что у нас действительно меняется среда, нам это не так заметно, это больше заметно иностранным СМИ, это Организация экономического сопрудничества в СР также подмечает, если говорить про ее неангажированные части. То есть, они что-то хорошее про нас отмечают, это интересно? Да, это действительно интересно, но мы как флагман накопительной пенсии для них являемся уже не один год. И в том, что у нас сформирована самая большая накопительная пенсия, я имею в виду по количеству счетов, граждан, даже суммы достаточно большие в отношении, допустим, других накопительных систем, если говорить про обязательные накопительные системы. То есть, несмотря ни на что, у нас все-таки что-то сформировано, как обычно, не идеально, но, тем не менее, это что-то работает. Поэтому, если так уж говорить о будущем, к сожалению, больше влияет не то, что мы сами формируем конкретно сейчас, а то, что сформировано было условно 10 лет назад, 20 лет назад и так далее. И второй момент – это демографический кризис. Его не все видят, не все замечают, тем не менее, он есть. Здесь в правительстве работают с этим, пытаются использовать различные инструменты. Эти инструменты имеют различную эффективность, и, как обычно, эта эффективность определяется путем использования на нас с вами. То есть, это постоянные реформы, эффективность, каждая из которых потом подсчитывается, а это время. То есть, к сожалению, определить стопроцентную, к примеру, эффективность такой-то реформы мы не можем до того, как мы по этой реформе какое-то количество лет не проживем, не проработаем, не получаем пенсии. Поэтому, в итоге, если говорить про большие пенсии, то в ближайшие 10-12 лет, к сожалению, придется констатировать либо такой же размер, что и сейчас, я говорю про реальный размер пенсии, либо, в реальном выражении, крайне незначительное ее увеличение. Давайте послушаем из Калуги звонок. Людмила на связи, наша зрительница. Добрый вечер. Здравствуйте. Да, Людмила, вы в эфире. Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, у меня пенсия 12,800. Вот. 12,800? Как? 12,800, да. Как вот можно прожить на эту пенсию? Сейчас, говорят, будет увеличение пенсии на 7,5%. Людмила, а стаж какой у вас? Почему такая пенсия? Ну, стаж больше 20 лет. Тут, знаете, что еще поразительно? Спасибо вам большое. То, что Калуга совсем рядом с Москвой, такая вот еще разница, да, региональная, многим, кажется, несправедливая. Совершенно почти в 10 тысяч, да, я правильно понимаю разница, Сергей? Смотрите, что касается справедливости этой пенсии, конечно же, первый вопрос нужно адресовать все-таки к работодателю, где вы работали. То есть это первый вопрос. То есть не спрашивать условно у Министерства финансов или, допустим, у Пенсионного фонда России. В данном случае они просто считают те деньги, которые за вас собирал работодатель с вашей зарплаты, он постепенно это отчислял и что-то формировалось. Сам порядок формирования, особенно в 90-е и 2000-е, был, мягко говоря, не идеальным. И поэтому была проведена валоризация пенсии. Если помните, это 2010-2013 год. Тогда было унифицировано, в принципе, все, что было до этого. И, к сожалению, тогда было произведено некое уравнение прав. Когда, условно, профессор, условно, кандидат в наук получать стал столько же, сколько и человек, который отработал всего там чуть более пяти лет на тот момент. Если говорить про конкретно ваш случай, то, скорее всего, заработная плата вам выплачивалась крайне незначительная. И в Социальном фонде России формировалась пенсия также небольшая. То есть работодатель по различным причинам не хотел оплатить достойную зарплату. И, соответственно, пенсия сформировалась также небольшая. Если говорить про какие-то федеральные доплаты, они потихоньку идут. Но, как вы понимаете, если базис небольшой, те же самые 12 тысяч, то что 7%, что 12% плюс для вас большой роли не играют. Но хорошо, что есть хотя бы эта доплата, хотя бы 7,5%. Поскольку, опять же, повторюсь, я это на каждом эфире говорю, инфляция, инфляция, это относится к экономике и к денежной массе. А рост цен, на которые мы все время обращаем внимание, это совершенно другая цифра. И она не 7,5%, как мы все с вами знаем. Поэтому смешивать одно и другое в данном случае, конечно же, не стоит. Еще давайте один звонок сразу примем из Москвы, Людмила. Как раз мы сравнивали экологию Москвы. И вот Москва. Добрый вечер. Людмила, мы слушаем вас. Да. У меня такой вопрос. Почему не учитывается стаж работы? У кого 40 лет, у кого 5 лет. Почему ничего не прибавляется за стаж работы? А работодатель кто у вас? Что вам работодатель? Я уже на пенсии. А где работали? Где ваш стаж не учли? Нет, вообще в пенсию не входит стаж. За стаж ничего не доплачивается. А разве это так, Сергей Юрьевич? Смотрите, если человек работает в черную, то есть работодатель не подает о нем никаких сведений, то, конечно же, ничего не будет учитываться. Если же человек работает в белую или хотя бы в серую, то есть есть трудовой договор на руках, имеется подтвержденная какая-то выплата, имеются подтвержденные хоть какие-то страховые взносы, то эти данные будут учтены хотя бы как в виде стажа, хотя бы как минимальное количество баллов, которые требуются для как раз сбора будущей пенсии. Ну, в вашем случае уже настоящей. У меня неплохая пенсия, почти 28 тысяч, нам пишут из Рязанской области. Стаж более 40 лет. Чтобы была белая зарплата высокая, надо минимальную официальную поднимать. Почему работающим пенсионерам не индексируют пенсию? Чтобы получить надбавку, нужно уволиться. Да, последний, пожалуй, вопрос. Это вопрос о работающих пенсионерах. Ну, знаете, как, может быть, сейчас кто-то задумался, а нужно ли это, кому-то денег не хватает, кому-то общение, кто-то привык детям помогать. Вот какой вы можете дать сегодня совет? Продолжать или не продолжать? Смотрите, если говорить про работающих пенсионеров и их неиндексацию, на самом деле все немножко по-другому работает, и индексация им производится. Но не как для неработающих пенсионеров ежегодно это к августу происходит, а у работающих пенсионеров индексация происходит в тот момент, когда они оставляют работу. В течение квартала происходит как раз индексация. Подбиваются те деньги, что накоплены к тому времени, когда человек, работающий пенсионер, перешел в статус неработающего. И эта сумма, она куда более ощутима, чем та, что индексируется, добавляется у неработающих пенсионеров. То есть условно неработающему добавляется 100 рублей, а работающему, когда он оставляет свою работу, хотя бы на квартал, это такой момент, ему индексируется та сумма, что копилась на тот момент, пока он работал, и эта сумма лежала, дополнительная сумма в социальном фонде России. И прибавка составляет там существенно выше. Если же говорить, я уже обновлюсь про квартал, то человек имеет право выйти, работающий пенсионер, на пенсию, условно с трудового какого-то рабочего места на квартал, или, допустим, месяца на четыре. Ему сформируется заново трудовая пенсия с учетом индексации того, что он заработал за предыдущее время, за год-два-три. И после этого опять выйти на трудовое свое рабочее место уже с теми деньгами, что ему были положены, и которые добавились к его по трудовой пенсии. Уже снова как к работающему пенсионеру. Спасибо. Спасибо за разъяснение. Независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский был у нас в эфире.